Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Недавно отдыхали вместе с парнем на море, и во время одной из экскурсий нам встретилась очень общительная девушка, гид. С самого начала она разговаривала все время только с моим парнем, это была экскурсия на двоих. На меня не обращала почти никакого внимания. Мне стало сразу неприятно. Она очень громко смеялась над всякими шутками моего парня, улыбалась ему, задавала вопросы, где работают, и так далее. С нами был ее помощник, с которым мне пришлось разговаривать почти все время, потому что женщина-гид говорила с моим парнем, а он, в свою очередь, весь вечер проговорил с ней. Был момент, когда он мог прервать беседу, потому что мы вставали с лавочки, и нам надо было идти к машине. И все на какое-то время замолчали, поэтому я была уверена, что в этот момент мой парень переключит внимание на меня, тем более, что экскурсия уже подходила к концу. Но он этого не сделал, мне было неприятно. Женщина-гид была с ним настолько милой, что было похоже, будто она флиртует, а тот факт, что он продолжил говорить с ней, не обращая внимания на меня, меня очень сильно расстроил, появилось чувство, что ему нельзя доверять. Мы с ним обсудили эту ситуацию, она объяснила это так, его родители, когда ездят на отдых, очень часто проводят время, разговаривая с разными людьми, но это ничего не меняет между ними. И он вел себя так же, как они. Еще сказал, что не знал, как прерваться с ней беседу, чтобы не показаться грубым, хотя, как я и говорил, был удобный для этого момент, когда сына какое-то время замолчала, но он продолжил говорить с ней, а не со мной. И мне, и парню 28 лет. Это его первые отношения, мои вторые, он еще объяснил это отсутствие моего отношения в прошлом, мол, не знал, как себя вести. Но меня его поведение напугало, потому что показалось очевидным, что мы не общались весь вечер, а та женщина занимала еще его внимание. И что он должен был переключить внимание на меня, когда представился момент, вместо того чтобы продолжить разговаривать с ней. Тем более она вела себя так, как будто флиртует, и пытается ему понравиться. Она меня не обращает никакого внимания, но она у меня ничего не спросила ни про работу, ни про хобби, почти полный игнор. Мой парень, в целом скромный, добрый, говорит, что он заверен всеми ногами в отношениях. Но после этой ситуации я стал в нем сомневаться. Меня даже посетила мысль, что он завел себя специально, чтобы позлить меня в его древности и самовтвердиться таким образом. Стоит ли доверять ему после этого, или это был звоночек о том, что я не так уж важная, что общение с любой общительной незнакомкой, которая ведет себя с ним очень мило, для него важнее общение со своей девушкой. Не знаю, имеет это значение или нет, но та женщина не такая красивая внешне, как я, у нее очень грубые и даже непропорциональные черты лица. Она очень много улыбалась, смеялась, вела себя так, будто флиртует, при этом игнорируя меня. Парень не сделал ничего, чтобы я не чувствовал себя некомфортным, только лишь усилил мой дискомфорт, выбрав продолжение разговора с ней. Они говорили в основном о работе и общее хобби, мне сложно доверять ему после этого, я до сих пор обиден, но несмотря на его объяснение, не могу избавиться от чувства, что он все понимал и специально так себя повел. Можно ли доверять такому человеку? Вы знаете, я думаю, что речь здесь можно вести в нескольких контекстах. Я думаю, что первое, в контексте чего можно вести речь, это в контексте ваших ценностей и вашего видения отношений. Ну то есть, если вы, ваше взаимодействие, ваше взаимодействие с своим парнем, видите как своего рода уже семью, если вы позиционируете отношения с собой как некое долженствование вам, то есть, если я с вами в отношениях, то я должен уделять вам внимание и не должен делать определенных вещей. Вам не должен поступать как-то, не должен совершать какие-то действия и так далее, потому что то, что делал ваш парень, например, не вписывается в вашу систему ценностей. И в этом смысле, если мы говорим про именно ценности, то они у вас очевидно разные. И в этом смысле вам решают, критично ли то, что произошло или нет. Потому что, скорее всего, такое произойдет еще. Скорее всего, это будет снова. И дело здесь не в том, что, ну то есть, вы говорите о мотивах, да? Вы говорите о мотивах своего парня, да? Вы говорите о том, почему он это сделал. На самом деле здесь все несколько проще. У вашего парня есть опыт, такой опыт, когда люди поступают так, как поступали его родители. И если у человека есть определенный опыт, то, само собой, скорее всего, человек будет этот опыт, ну, как-то воспроизводить. Потому что для него это нормально. Для вас, для вас это ненормально, для вас то, что, ну, то, что происходило, да, то, что произошло, для вас это ненормально. А для него нормально. Понимаете, да? Вот. И, в принципе, в принципе, все. То есть, ситуация здесь именно в том и заключается, что ценности разные. Поэтому, если для вас подобное является критичным, если для вас подобное является серьезным, то, если вы считаете, что это вот серьезно, то, да, вам необходимо брать, условно говоря, за это, как бы ответственность, вот у вас такие ценности, и вам нужно свои ценности защищать и продвигать их. И в этом смысле, конечно, вы решаете, как вам с этим обращаться дальше. То есть, человек не разделяет ваши ценности, да? Вот. Человек на эти вещи смотрит по-другому. Для человека это не так, как для вас. И, соответственно, взрослым людям, а вы все же взрослые люди, потому что вам по 28 лет. Взрослым людям меняться в общем и целом не совсем, чтобы с руки. То есть, люди, конечно, могут измениться, но если не видят в этом ничего страшного. Судя по вашим словам, ваш молодой человек не видит в этом ничего страшного. Значит, меняться у него стимула нет. А значит, он считает для себя это нормальным. А значит, вы, скорее всего, будете сталкиваться с этим еще. Не потому что, повторюсь, он какой-то плохой. Не потому что он обязательно хочет, вы хочет сделать что-то плохое для вас. Но потому, что вот такое у него восприятие. То есть, есть разница в ценностях, еще раз повторюсь. И вам нужно для себя решить, как вы к этому относитесь. Можете ли вы эти ценности принять или нет. И какие ценности ваши. Вот. Но в вопросах ценностей есть очень важный момент. А именно эмоциональная окраска. Вы говорите о том, что вам неприятно. Вы говорите о том, что вам... Что вы испытали негативные эмоции от этого. И, на мой взгляд, эта история позволяет нам говорить в контексте другого. В контексте наличия у вас определенных внутриличностных проблем. Такие, как ревность, уверенность в себе, страх потери, страх одиночества, может быть, чего-то еще. Я думаю, что ваш вопрос, связанный с тем, можно ли доверять молодому человеку, Ваш вопрос сам по себе является свидетельством того, что вы, к сожалению, в себе не уверены. Дело в том, что вы не можете заставить себя доверять. Это невозможно. Вы не можете заставить доверять себя человеку. Вы не можете доверять ему по своему желанию. Вы не можете организовать доверие по такому принципу, что, ну вот я хочу, я тебе доверяю. Я не хочу, и я тебе не доверяю. Так не бывает. Вы либо доверяете человеку, либо нет. Если сейчас вы чувствуете, что доверия у вас нет, значит, вы человеку не доверяете. Да, у этого есть своя природа. У этого есть свое основание. То есть, есть основание, за счет чего у вас отсутствует доверие к молодому человеку. Понимаете? Ну, после того, как мы вам скажем, окей, ты можешь ему доверять, вряд ли вы будете ему доверять. Ну, в смысле того, что невозможно это сделать, вы или доверяете, или нет. Вы или можете доверять человеку, или нет. И все. Понимаете, да? Поэтому тут, в этом смысле, я бы сказал, что все достаточно просто. Теперь давайте пройдемся вот по отдельным местам вашего текста. Вы пишите. Мне сразу стало неприятно. Давайте поподробнее, что конкретно вы почувствовали. Дальше. Вы пишите. С нами был ее помощник, который мне пришлось разговаривать почти все время. Ну, вы могли бы не разговаривать. То есть, если вы не хотите. Или если вам не хватает внимания, там, своего мужчины, то вы, в принципе, сами можете спокойно сказать человеку об этом. Что, там, дорогой, давай мы с тобой, там, ну, пойдем куда-то, да, или там, сделаем, ну, сделаем что-то и так далее. То есть, здесь вы почему-то полностью перекладываете, условно говоря, ответственность за свой комфорт на своего молодого человека. Он, конечно, может за него отвечать. Он, конечно, может что-то делать, чтобы вам было комфортно. Но он также может и ничего не делать. Что в этом, в вашем случае, и произошло. Понимаете? А вы оказались в полной власти, по сути. Вы оказались в полной власти, ну, вот, другого человека. И, конечно, вы чувствуете себя, мягко говоря, не очень хорошо. Потому что никогда не бывает приятно быть во власти. Ну, вот, кого-либо. Скажем, ну, скажем так. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому, в данном случае, я думаю, что вам имеет смысл обратить на это свое внимание. Дальше. Вы пишете, с нами был так. Был момент, когда он мог проживать беседу, потому что мы вставали. Мы какое-то время замолчали. Поэтому я была уверена, что в этот момент мой парень переключил внимание на себя. Но меня, но он этого не сделал. И мне было неприятно. Вот опять же, да? Смотрите, какая получается интересная история. Вы говорите о том, что были уверены, что ваш парень переключил внимание на себя. На вас, точно. На вас. И вы говорите о том, в общем-то, что он должен был. Ну, в смысле, вот, молодой человек, да, ваш, должен был поступить, ну, вот так. То есть он должен был что-то сделать. Здесь очень важно, на мой взгляд, отметить следующее. Что, во-первых, у вас есть определенные ожидания от своего молодого человека. Эти, эти ожидания могут быть оправданы, но могут и не быть оправданы. То есть молодой человек может как оправдать ваши ожидания, так и нет. То есть о чем я здесь вам пытаюсь сказать. Я пытаюсь сказать о том, что вы всю ответственность, и это, пожалуй, такой ключевой момент, всю ответственность, перекладываете на него. Но вам-то ведь, грубо говоря, заботиться нужно о себе самой еще. Потому что не только молодой человек должен о вас заботиться, но и вы тоже. А то получается, что вы, вот, как бы, опять же, вот, как будто бы все цело находитесь в его власти. Дальше. Так, значит, не обращал внимания на меня, меня очень сильно расстроило, появилось чувство, что ему нельзя доверять. Опять же, молодой человек не оправдал ваши ожидания и, в общем-то, появилось сразу это чувство, что ему нельзя доверять. Похоже, что у вас с молодым человеком, вашим, не так, чтобы очень много общего. Потому что, во-первых, вы довольно быстро, довольно резко переключаетесь на вопрос доверия-недоверия. А, во-вторых, ну, воспринимаете, получается, его только как, ну, вот, только как, скажем, мужчину. То есть, вы по какой-то причине в данном случае, как будто бы не воспринимаете его как личность. То есть, личность, которая выбирает, там, условно говоря, ну, грубо, да, выбирает прикоснуться к какой-то вот, ну, скажем так, ценности, да, прикоснуться к какому-то взаимодействию и так далее. То есть, для вас это почему-то несёт только, только один контекст. Вот какой момент. Понимаете? И когда контекст вот только один, если контекст только один, то это говорит о маленьком, маленьком количестве. Количестве, я бы сказал, каналов связи между вами и молодым человеком. То есть, я его воспринимаю только как мужчину. Вот. А не как личность, которая может сделать выбор. То есть, это вопрос к вам, на каких столпах, условно говоря, на каких основаниях, условно говоря, вы выстраиваете со своим мужчиной отношения. Потому что очень часто такое, ну, вот, то, что вы описываете, да, возникает. Потому что люди относятся к друг другу с достаточно такой вот узкой позиции. Вот. То есть, это, это, к сожалению, вот такая достаточно узкая позиция, позиция восприятия. С чем она связана, ну, вот, это хороший вопрос. То есть, если я выбираю отношения с таким узким каналом восприятия, то здесь варианты могут быть в том числе такого плана, например, что речь идет о моих, например, потребностях. То есть, если я хочу чувствовать себя женщиной, да, ну, грубо говоря, вот, если я хочу как-то вот, ну, ощущать себя женщиной. Вот. То я выбираю такого мужчину, в том числе, который мог бы мне помочь себя так, ну, так себя видеть, так себя чувствовать и так далее. Понимаете, да? В чем штука? Вот. Это, как мне, опять же, кажется, очень важный момент и очень важная деталь вашей ситуации. Дальше, значит, вы пишете, значит, что он вам объяснил, вот, он вам объяснил, и вы ничего не пишете о том, как вы отнеслись, ну, вот, к тому, что он вам объяснил. То есть, как вы на это откликнулись? Чем вы на это откликнулись? Дальше. Дальше. Вы пишете, меня его поведение напугало, потому что казалось очевидным, что мы не общались весь вечер, а та женщина занималась его вниманием. И расскажите, пожалуйста, что здесь для вас страшного. И он должен был переключить на внимание, когда представил феномен. Ну, вот, это вот ключевая история должен. Это про благословение, про ожидание. Вот. Так. Так, 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 так. Вот вы пишете, что, тем более она милая всегда так, будто платует, пытается обманывать. Ну, здесь есть высокая доля вероятности того, что вы видите это только со своей стороны так. Может быть, это и правда, но... Мой парень, Джон, скромный добрый, говорит, что за верность, но после этой ситуации вполне смят. Вот. Если вы здесь акцентируете свое внимание на верности и моноганности, то это вопрос, а вот что же для меня это главное в отношениях? Знаете, какие у меня отношения с человеком? Вот. Что это за отношения? На чем они базируются, на чем они выстраиваются и... и так далее. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Вот. Поэтому. Поэтому. Я и говорю вам о том, что здесь, на мой взгляд, нужно вот обязательно со всем разобраться. Не торопясь. По возможностям. Понимаете, да? Вот. Вот. А вы, судя по тому, что я могу видеть, как-то вот склонны, ну, торопиться. Далее. Вы сравниваете себя с ней, что говорит о том, что вы не уверены в себе. Вот. Вы пишите, парень не сделал ничего, чтобы я не чувствовал себя некомфортно. На мой взгляд, это, в первую очередь, ваша задача. Сделать так, чтобы вам было комфортно. Парень может что-то сделать, но может и не сделать, потому что видит ситуацию по-другому. Задача ваша. Только лишь усилил мой дискомфорт, выбрав продолжение отговора с ним. Ну, вот, похоже, что вы тревожные и боитесь. То есть, есть ощущение, что вы очень уверены в себе. Вот. Вот. Я до сих пор обижен. Да, чувство обиды нужно прожить. Не могу, несмотря на его объяснение, не могу избавиться от чувствов, чтобы он себя понимал и специально так себя повел. А вот это вот то, что является прейсированием, то есть, вы переносите на своего молодого человека свое собственное подозрение. А именно, вот то, что он специально себя так повел, чтобы вас использовать. То есть, вы допускаете, что с вами можно так себя вести. Вас можно использовать. Каким образом вы к этому приходите, нужно выяснять. Вот. На мой взгляд, это запрос на психотерапию. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. и интересен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Белый первый. Продолжение следует...